Вопрос не в том, вокруг кого надо строить какую-то коалицию. Вопрос не в том, надо ли эту коалицию составить в каком-то письменной форме или не письменной форме. Понятное дело, что единственные политические силы, которые могут обтянить свои усилия для того, чтобы сформировать или нет, другое правительство, они находятся в парламенте. Единственная платформа, это является парламент. Только там мы можем все сесть, обсудить, посмотреть и убедиться, есть ли у нас общие задачи, на какие сроки и какие конкретные задачи и пути решения мы видим, если они совпадают, значит тогда мы можем объединить свои усилия и что-то сделать, и выйти из этого хорошее для государства и граждан. Если это возможно, мы сделаем. Если это невозможно, а какая лишь конъюнктурная игра или интересов, или непонимания, или вообще ничего, то тогда, пожалуй, мы скажем пас. Потому что сегодня Республика Молдова не находится в самой лучшей ситуации. Мы являемся еще в пандемическом кризисе. После этого нам предстоит с вами решить, какое решение по экономическому кризису. После этого нам с вами надо подготовиться ко второй аваланше или волне. Про второй возможной волне. Я понимаю, о чем вы говорите. Означает ли это, что вы не будете голосовать за отставку правительства, даже если будет зарегистрирован к концу этой недели вотум недоверие, если не будете уверены в том, что есть необходимое количество голосов для избрания нового правительства? Вы знаете, мы призываем абсолютно всех политических формирований в парламенте, чтобы подходить к этому вопросу очень рационально. Если у нас есть ответ на вопрос Б, если у нас есть ответ на вопрос С, то тогда мы пойдем вместе и будем голосовать и за ответ А. То есть свержение правительства. Если у нас нет ответов на вопрос Б и С, тогда просто играть с судьбами государства и граждан мы не будем.